Монтажники Монтажники И реальным осмыслением необходимости строить из своих материалов Реально загружаются производственные мощности, не работающие ранее И так предприятие готовится к прыжку Готовы ли к нагрузке его стальные мышцы? В настоящий момент завод ЖБИ-500 находится на подъеме, плавно развивается Мы находимся на территории панельного цеха, который уже перешел на круглосуточный выпуск Изделий 197-й улучшенной серии Магнитострой и начал под это дело застройку 148-го микрорайона Ведутся два дома на 127-м микрорайоне И на 115-м микрорайоне закончены три панельных дома Причем они многосекционные Наверное строительство невозможно Даже строительство на первоначальной стадии На стадии подготовки железобетонных изделий без крановых механизмов Да, но это инженерная подготовка производства Тем более в период спада Конечно, много планово-предупределительных работ не велось В настоящий момент, ну, по прошлому году 19 кранов были Проведена диагностика и их ремонт Ну и сейчас, как раз-таки яркий пример этому В декабре месяце мы закончили восстановление 14-го крана в панельном цехе На склад готовой продукции Единственное, что не успели покрасить Но это зимний период А весной будем поправлять положение Наверное, ни для кого не секрет, что в то немножко сложное время Часть высококвалифицированного персонала Ну, в качестве, допустим, крановых бригад То ли растерялась, то ли это было пока не престижно Но это вопрос времени Рано или поздно все восстановится Сейчас с помощью кого и какой фирмы вы организовали ремонт и обслуживание кранов? Ну, все упирается в экономику Коли экономика поправилась Планово-предупредительные работы мы производим сам А диагностирование кранов под крановых путей Капитально-восстановительные работы производим Привлекая специалистов, направленные на восстановление Это является подъемник, ООО-подъемник Работа строится планово, а тем более поэтапно Изначально диагностирование крана Затем создание ремонтного паспорта И те работы, которые специалисты завода не могут выполнить Это, как правило, сварочная работа Формирование паспортов Подготовка заключения, продление срока службы Конечно, делают специалисты подъемник Причем делают качественно Есть моменты в творчестве, которыми приятно заниматься Есть, которыми нет или с неохотой Но вспомнив время производственной практики на калибровке Крановой бригаде И взяв в руки дополнительный электронный прибор Фиксации происходящего события То есть камеру Отправился на высоту 10 метров И занялся привычным делом Обследованием крана Не скажу, что не мое Мое Но тадысь Выглядело все и сложнее И, скажем, менее совершенно Сумка с молотком и ключами Никакого теодолита Никакого лазерного дальномера Никакого дефектоскопа И ультракоротковолнового эхолота Сейчас все это есть у специалистов Фирмы Подъемник Итак, вопрос двух докторов Доктора такого небольшого образца 93-го года И доктора образца 2008-го года А раньше такая процедура Профилактический осмотр крана Я уж не говорю про ремонт Занимало сутки-двое Надо было опустить Весь канат Надо было пройти по всем рельсам Простучать все швы Посмотреть все тормоза Сейчас мы буквально за 10 минут Ну, может быть, 20 минут Простучали, прозвонили Были закуплены ряд необходимых приборов Приспособлений Которые уменьшают срок Проведения экспертизы Любого объекта В настоящий момент Мы сами видели Как провели экспертизу Мостового крана На заводе ОЖБИ Экспертиза прошла В течение 20 минут Люди Которые Количество 6 человек Каждый, который занимается своим делом Своими приборами Проверили полностью кран Начиная, говорят От металлоконструкции Съемка по тележных путей Проверили трос В течение 20 минут Там Ну, все шло параллельно И поэтому заказчик Останавливает нам кран Представляет 20-30 минут И кран может Продождать дальше работу Мы считаем, что Для заказчиков Не надо уже сутки ждать Своего осмотра А 20-30 минут Он экономит для себя деньги Ну и для нас Представляет работу Ну, давайте, как доктор доктору Скажем Частенько И мы видели Даже с горы Магнитной Большое количество Мостовых кранов Которые находятся Вне помещений Какие у них заболевания Хронические? Ну, основные заболевания Это Ржавчина Металлоконструкции То есть коррозия Назовем так Потому что Находятся на открытой площадке То есть все факторы Там Дождь, снег На них опускаются И никуда не убираются И начинается Покрываться ржавчиной Ну, мы считаем Это основная болезнь То есть ржавчина Покрывается Не только металлоконструкции То же самое Начинается Электропроводка Впадать вода И опять С земли на небо И опять Есть чему подивиться Силами фирмоподъемник Заменена Уставшая проводка Концевые выключатели Приводы И двигатели И нисколько Не лукавя Скажем Этот кран В исправном состоянии Именно благодаря Слаженной работе Специалистов А о исправности Я могу судить Не только с позиции инженера Ну и слесарь Крановой бригады Теперь процедура В принципе простая Это проверка Целственности Основного подъемового органа Троса Подвижной тележки Вообще-то он весит Несколько тонн И вот представьте Раньше визуально Размотав бороду На несколько сот метров Сантиметр за сантиметром Глазками Сейчас Пять минут И все Экспертная группа Приедет все В кабинеты Сделать заключение Выдаст ведомость дефектов На основании которой Мы представляем заказчику И говорим Что вот такие ремонты Надо произвести В нашей организации Имеются ремонтные группы Которые занимаются Ремонтом именно на выездах Этих мостовых кранов И в настоящий момент Вот этот кран Наша организация Отремонтировала В течение месяца То есть заменили Полностью все Как вы видели Новые ходцевые стоят Новая проводка Новый трос поставили И сейчас кран Работает Заказчик нам благодарен У каждого предприятия Есть какие-то планы И возможности Реализации Возможно Сохлифируем Подъемник Взять на обслуживание На экспертную оценку Все мостовые краны Города Магнитогорска В настоящий момент Мы этот вопрос решаем Подали заявку В институт Для увеличения Штат наших работников И также подали заявку На биржу труда И рекламы По всем газетам Для привлечения Специалистов Ремонтников В нашу организацию Давайте вспомним Мою крановую бригаду Калибровочного завода Цех ленты В зарплате Обиженно не будут люди? Наша зарплата Ремонтников Если человек работает Полный месяц Выше Средняя зарплата По городу Намного Честно говоря Находясь на высоте Бреющего полета Истребителя Страшно не было К высоте привыкаешь Было интересно Следить за оперативной Работой Профессионал Своего дела У которых в багаже Знания И высшее образование И опыт И навыки работы Конечно Справедливости ради Заметим Есть объекты К которым Выносится летальный приговор Но даже в этом случае Торопиться не надо Потому как Спешили ломать Россияне неоднократно Теперь надо Грамотно Ремонтируя И восстанавливая Строить лицо Новой России А с диагностированием И последующим ремонтом Вам с этой задачей Справиться Поможет фирма Подъемник Ну понятно Умная аппаратура В умелых руках Но интересно ли Вот так вот На природе От одного объекта К другому Можно было бы сидеть И выполнять чисто Функциональные особенности Сидеть И быть небольшим начальником На мой взгляд Это гораздо интереснее Потому что я уже За свое время Перепробовал много работ Вот Это самая интересная работа То есть каждый раз Что-то новенькое Надо проанализировать ситуацию Надо посмотреть металл Надо знать Как это все дело работает То есть Это просто Очень интересная работа Ну вот На собственном опыте Какие были Наиболее сложные объекты И какие наиболее интересные Ну как бы Я не могу Их так особо Критиковать Как наиболее сложные Интересные Каждый объект По-своему интересен У каждого объекта Есть У каждого Объекта экспертизы Есть Ну он собственно Он индивидуален Вот У него К нему свой подход Это достаточно Они все интересные То есть это типа Казанова Да Только Казанова Там за юбками бегала А мы бегаем За интересными объектами И получаем удовольствие Конечно Без этого никак Без этого хорошей работы не будет